Моя полоса это значит импульс, импульс никуда не идет. Потом пошел импульс из предсердия. Ох, как я соскучилась. Это значит правое предсердие, это левое предсердие, это правый желудочек, это левый желудочек. Водитель ритма расположен здесь в правом предсердии. Синусоидальный. Удил. Пьяный водитель ритма. Чесловый удил. Вот, он здесь находится, поэтому импульс распространяется вот как у последовательности. Сначала идет сюда, потом на это предсердие, и на это предсердие. Дальше идет сюда, на желудочке, на правый и на левый. Но сначала возбуждаются предсердия, и чуть позже желудочки. Вот, значит, ничего не возбуждается, и вот пошел. Возбуждаются предсердия. Возбуждаются предсердия. Дальше возбуждаются желудочки. Таким образом происходит все, что картина получается вот такая. Ну, вот это желудочек. Ну, в разных отведениях немного по-разному они выглядят. Но, в принципе, здесь есть. А дальше реполяризация. То есть расслабление. Все в обратную сторону, если по подъему пробовать. Это норм. Когда происходит импарт, Ну, вот это общее распространенное расслабление. А в мышце же оно тоже распространяется. В глубину мышцы. Вот так. Да? Не подглядывай, Ваня. Ты потом в интернете выложишь, и будешь бесплатно мое лекции распространять. Да, ладно, не буду. Вот. В норме она же... Толща миокарда тоже распространяется, это возбуждение? Да. Ну, вот. А когда случается инфаркт, например, смотри, левый желудочек, например, инфаркт, что это такое? Ткань измеряет, микроз получает. Вот ткань измеряет. Вот тут же распространения возбуждения такого не будет, как обычно. Оно будет как-то иначе. В обход будет, или вообще в этом месте не будет возбуждаться. И вот этот вот некроз, который сам некроз, он выглядит при тех, где ничего не случается, он обычный. А некроз выглядит глубоким и широким, вот там Q. И вот когда появляется зубец Q, там, где его не должно, и он широкий, норма его до 0,04 мм в секунду. Если он шире, больше, чем эти значения, значит, там некроз. Ну, и вот дальше пошел S, T. Вот этот Q, он называется патологически. Когда этот Q появляется, это значит инфаркт. А потом надо смотреть, в каком месте он появился. И вот, ну, ты же знаешь, тут четвертый электрод V4 на верхушке. V5, V6, за боковую стерку отвечают. Почему вот это и здесь? Ну, сердце-то не достает, вот точнее уграну шпанк. Ну, как бы, ну, это условно я так нарисовала, вот он отвечает за боковую стерку. Я показываю, а они, она знает, куда ставить электроду. Потом вот тут вот где-то V3 и V2. Ну, правильно написала. V1, V2. Короче, распространение расположено в секциях. Ну, поделом. Вот этот V3 должен взять между V2 и V4. Вот так вот. V1, V2, V3, V4, V5 и V6. Вот тут грудина. Вот здесь V4, верхушка сердца. То есть оно как-то шпатахно. Иди. Иди. Вот. То есть, если вот этот тюк появляется в отведении V4, V5, V6, это значит левый желудочек задействовал. Если в отведении V1, V2, это значит правый желудочек задействовал. Короче, я могу запомнить. Это же предсердие будет. Если предсердие, то будет нарушаться вот этот P. Потому что вот этот комплекс отвечает только за желудочек. А если в предсердиях тоже бывают инфаркты, но нарушается зубец P, он становится какой-нибудь вот такой, вот например, или там какой-нибудь может вообще исчезать. Ну, это довольно редко такая картина, и когда случаются инфаркты, его даже не замечают. Но кардиографный инфаркт предсердие может и умирают, если вовремя не распознают. А как лечат? Инфаркт? Угу. Миокардой. Таблетка. Ну ты какая. Нет, Viagra. Viagra. Viagra лечат. Говорит, Viagra помогает просто на 100%. Что? Ну все.